ПОДЁЕМ! Восемь часов сорок минут. Среда, пятое сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей! Александра Красногородская, ведущая этой программы. Доброе утро. Что ты сейчас рассказывала? Вот расскажи мне по-новой. Путин поведет стерхов в Среднюю Азию, по идее, должны лететь. А Путин летит во Владивосток, но по пути заезжает на Ямал. И там примет участие в проекте «Полет надежды». Он будет изображать вожака стаи, чтобы наигрывать. На дельтаплане он полетит, как вожак стаи, а за ним стерхи. Слушай, у меня сразу сложный ассоциативный ряд. Я сразу начинаю вспоминать, что белые журавли, это же не птицы, а это души умерших солдат. Это мертвые воины. Это стихи Николая Заболоцкого, по-моему. Нет. Как это? Дай мне посмотри, я сейчас тебе скажу. Это Газман, Гамзатов, простите. Почему Гамзатов? Почему Гамзатов? Перевод Саварского. Это вообще на Аварском написано. Сейчас посмотрим. Да, это перевод Саварского, Гребнева. Ну, не знаю, я так в роман сру. Так я сразу вспоминаю, что вот это вот мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Вот это вот, помнишь, что? Они до сей поры, времен тех дальних, летят и поляют нам голоса, они потому же так часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса. Вот смысл в чем, что он ведет армию мертвых. Это же жесть вообще. Это же Арагорн, фактически, воюющий за Гондор, пойми ты. Арагорн, ты знаешь, что там ему, ну, престолоблюстители держали Гондор, когда законного царя не было? Да. И Арагорн должен был вернуться, и для того, чтобы вернуться, он идет коротким путем через ущелье, населенное армией мертвых, белыми журавлями, по существу, через аварский переводим. И он поднимает армию мертвых, и во главе армии мертвецов идет блистательный Арагорн забирать себе трон Гондора и затем атаковать Мордор. А куда же идет Путин? Мордор, Мордор атаковать с запада. Бум-бум-бум, пошел. Путин поднимает белых стерхов души мертвых, и с армией мертвых летит на юг. Что это значит? Что это значит? Офигеть, ничего не понимает. Ребят, кто-нибудь не толкинисты, не толкинисты. Толкинисты, про толкинистов мы все знаем, толкинисты молодцы. Значит, толкинисты все знают про Арагорна, Гондор, Мордор и всю эту историю, и всадников Рохана. А теперь мне скажите, те самые орнитологи, скажите, что это за история со стерхами, которых надо везти самолетами на юг, вытирать им попочку по пути, как-то так. Сергей, а у меня вопрос, неужели Путин до самой Средней Азии полетит с ними? Так в том-то и дело, он должен все время их учить, спускать за них воду в плоседе, кормить, менять подгузники и так далее. Понимаете? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сергей, замечательно поете. Нет, подождите, вы орнитолог или нет? Нет, на сцену вам надо. Да надо, может быть, надо, нет, не сразу, но не сразу, но не сразу. Нет, послушайте, я пою, но после стакана. Сейчас без стакана никак у меня не пошло, вот, слушайте. Сейчас у меня только этот самый, сегодня белый чай пил, Байхао Инжень сегодня пил. Почему, не знаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. А знаете, вот эту песню Расула Гамзатова, мне нравится порой, что солдаты. Да. В изначальном варианте, в изначальном варианте, она была, мне кажется, порой, что джигиты, вот. И там какие-то коммунистические бонзы, его попросили... Ну, это перевод, нет. Ну, согласитесь, это же перевод Саварского, а можно перевести джигит как солдат. Ну, как бы это не совсем точно, я так думаю, будет. Вот его партийные бонзы попросили, чтобы, знаете, вот этого местечкового налета не было. Да. Переделать вот на солдат. Давайте согласимся, что лучше без местечкового получилось. Не, ну, конечно, конечно. Лучше, лучше. Слушайте, но Путин, ведущий души умерших на юг, это вообще жесть. Это Арагорн. Это жесть. Это Арагорн в чистом виде. Арагорн. Идущий забирать себе престол Гондора. Слушайте, он все более смешон. Нет, 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 нет. Почему? Это новый образ. Новый образ. Да, это просто круть. За рулем бомбардировщика, помните? Это не то. Арагорн, теперь Арагорн. Идущий забирать. Ты не понимаешь? Дай я здесь про стерхов прочитаю. Эй, кто-нибудь из орнитологов может позвонить? Так он уже провел этих стерхов или только будет? Будет. Если верит в видимость. А стерхи знают? Если бы стерхи знали, как бы они обрадовались. Слушайте, стерх или белый журавль. Вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения. Внесены в международные списки красные книги. В настоящее время численность якутской популяции вида, это не наша, он же не в Якутию, а на Ямал летит. Где на Ямал, да. Оценится в около 3000 особей. Но это в Якутии. А значит западно-сибирские стерхи, которых Путин поведет на юг. Их меньше еще. Души умерших солдат. А их всего 20. Вот. Их всего 20. А почему бы 21-й соответственно? Нет, в том строю есть место для меня. И в том строю есть место для меня. Нет, для вас там места нет. Смотри, смысл. Значит, там какие-то сидят ямальские люди, специальные исследователи. Мы знаем, что там этот самый майор Евсюков где-то сидит. Да, где-то. Да, близко к Ямалу, где-то за Салихардом он сидит в зоне. Майор Евсюков вроде бы, нет? Там еще поближе. Значит, ну там сидят убийцы всякие. И мне кажется, что они как раз вот эти яйца как-то должны откладывать стерхи, но не из каждого яйца вылупиться. Кого-то, может быть, песец там разгрызет или еще что-то, понимаешь? Они их насиживают. Они их насиживают. Они их вынашивают. Выклевывают. Выклевывают из скорлупы потом. Понимаешь, художество. Потом они уже, когда готовы, кладут им червяка туда, лягушку. Из губ в губы вот так. Лягушку подают. Понимаешь? Они там говорят, мама, еще. Да. Слышишь, и когда этот стерх уже готовый, но еще такой, ай, еще серенький весь, серенький, еще не белый. И потом он становится на крыло. Ему показывают зэки, как надо на крыло встать. Он становится на крыло. А татуировку делают? И потом в конце ему надо улететь на юг, где он зимует. Где-то, я думаю, стерх. Ну, где бы я зимовал, если бы я был стерхом? Нам, кстати, орнитологи, Сергей, обратите внимание. Что? Нам орнитологи звонят. Орнитологи. Если бы я был стерхом, я бы зимовал где-нибудь на Каспии, ребят, я вам. Я вам честно скажу. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы орнитолог? Самый настоящий. Скажите, пожалуйста, если бы я был стерхом, я бы зимовал где-нибудь на Каспии? Так, в том направлении я не ночуюсь, правда, я там прожил 20 лет. Попробуйте что-нибудь сделать с телефоном. Дико ценен ваш звонок. Попробую отключить. Ага. Я там 20 лет прожил, знаю компанию, которая это делает. Это середная нитегазовая компания. Да. Сейчас это Итера. Итера, которая газ, которая поощряет велосипедные гонки. Ну, может, вы так можете. Да, да, знаю Итеру, да. Да. Так вот, они в рамках, так сказать, вот этой деятельности в природоохранной. Ага. В инкубаторах эти выращиваются серхи, это очень дорогие стоящие мероприятия. Да. А потом, значит, этого серха нужно, потому что взрослых серхов нет, которые могли высиживать, выкормили, как родители. Да. У нас серьез это делает. Их совсем мало, да, поэтому? Их выкармливали в белых халатах, как люди там. Люди в белых халатах, да-да-да, но моя догадка же верна, правильно? Да. А потом садят на велосипедную план и ведут их, так сказать, с переходами, с посадками, так сказать. Это даже фильмы и съемки такие же. И они здесь, да... Но ведут куда? Докуда доведет их путь? В сторону юга, да, не до Ирана, по-моему. До Ирана? Но мы же... А? Границам Ирана ведут. Ведут границам Ирана куда-нибудь, в Мары какие-нибудь. И что, и там бросают, и там бросают. А они взрослые, за которые взрослые живут, обилили дальше. А, спасибо, спасибо. То есть к тому времени, каких приведут границам Ирана, они делают со взрослыми, и уже начинают пальцем делать вот так усы, вот так вот, и уже становятся совершеннейшими джигитами. И ругаться мотом. Да, еще где-то по пути. Слушай, но зачем они, стерхи, станут подниматься за дельтапланом? Не опасно ли Путину летать на мото-дельтаплане? Прикольно, потому что он любит природу. Слушай, но я хочу... И потом, это армия мертвых. Слушай, значит, серьезно тебе говорю, но ведь это опасно. Дельтаплан, это порыв воздуха, порыв ветра какого-то. Это какая-нибудь, не дай бог, понимаешь? Нет, он моторный будет, он еще с двигателями. Так кто же моторный? Моторный тяжелее падает еще, я тебе объясню. Моторный еще, еще сильнее падает, моторный. Там одного двигателя килограммов 15, наверное. Это за пропадение, думай. Так я потому что думаю, что боковой ветер, турбулентность, не дай бог, еще что-то такое. А брошюн дадут. Это самое, генерал Муров, начальник охраны, золотов, они толстые. Ну, конечно, Муров точно толстый. А ФСО тоже полетит? Ну, конечно. И Муров толстый, как он поместится в дельтаплан, где он сядет. Так может, стерхи пусть на земле побудут. Ребят, я считаю, что здесь, конечно, невероятно толкинистская и увлекательная история, невероятно. Но все-таки вот где-то есть какие-то заковыки, согласитесь. 8.50, вернемся через минуту. Русская служба новостей. В движении. Сказать, что я от них прусь, это мало сказать. Слушайте, ну вы потрясающие все. Я не буду читать ваши смс-ки при 7-925-111-107-0. Но вы их пишите, ладно? Но мы просто вызываем рекламу, мы хохотали. Спасибо. Слушайте, вот по движению. На Хибинском проезде в засаде Гайцы пасут кирпич в сторону центра. Вот. Видите, как хорошо. Здесь стерхи нам пишут. Слушатели РСН привыкли, что ВИШ-76 в стерх пишут. Не, ребята, мы не в курсе, что к нам летит Путин. Подпись стерх. Да. Так. Секундочку. Секундочку, секундочку. Вот бы Марк Бернес посмеялся, если бы его обозвали партийным бонзой. Да, да, вот наш слушатель. Слушайте, 21-й пишет, что попросил изменить текст джигитов на солдаты Марк Бернес. Марк Бернес, который не был никак совершенно даже партийным бонзой. Если бы я был стерхом, то жил бы в Германии, говорит, 81-й. Нет, брат, нет, брат 81-й. Выбор такой, либо Якутия, либо Западная Сибирь. Значит, я бы выбрал Западную Сибирь, сказать, почему? Там лягушки вкуснее. Я серьезно говорю, потому что там... А куда вы знаете? Я смотрю на карту, потому что на карте видно, что там болот больше. На карте. Посмотри на Восточную Сибирь. Плоскогорье, горы, горы, плоскогорье. Взвезд Западную Сибирь, болото, болото, болото. Если я Журавль, я хочу где болото, зачем мне плоскогорье, господи? Так, секундочку. Лично я в форте Димаарме зимовал. Очень правильно, очень правильно. Хотя уже как-то избито. 91-й, вам не кажется? Это как-то уже чересчур. Так, полетит двойник из Камеди Клаб. Чайки, это души погибших моряков, вот так-то говорят фроги. Их сажают в приграничной зоне. И Евсюков сидит в Харпе. Ну, Харп-то тайм рядом, чё. 7887, движение. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Внутренний МКАД, вот от бесед началось такое состояние. То есть километров 10 в час. И ещё есть такой интересный прикол. Да. Передо мной мужик на гольфе едет. И уже километров 20, он в левом ряду причём. Ага. Он читает Библию и без остановки молится. В общем, ехать... А вы видите, что это Библия каким образом? По золотому обрезу? Ну, он книгу держит и постоянно крестится там, через каждую минуту, грубо говоря. А, смотрите как. Может, ему эпитимию такую наложили, представлять опасность для окружающих? И он ввиду эпитимию? Я думаю, да. Но тем более в левом ряду. Значит, Сём, слушайте. Я его обогнал. До Варшавки. Смотрите, Сём, до Варшавки красный, Яндекс. А потом до Паустовского, до Ясенева. Жёлтый. Потом нормально. Там, где вот Паустовского, сворачиваем на Ясенева. Там авария. И вот она, наверное, всех держит. Понятно. Всё, вот так вот. С внутренним кадом дело такое, ребят. Значит, где-то вот у нас начинается от Дзержинского плохой внутренний кад. И так совсем плохой до Варшавки. А потом умеренно плохой. Скверно плохой до Паустовского, до Ясенева. Начиная от Паустовского, уже зелёненький. Прям вот очень приятно. И хорошо аж до Ленинградки почти. Но около Ленинградки опять красный. И ещё стоит перед Осташкой, Ярославкой, внешне стоит. И очень сегодня плохой. Шоссе энтузиаста плохое. И Киевка на въезд плохая. Ну, Боровка там, как обычно. 788-107-0. Пробки засады аварии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это РСН? Да, представляете? А можно затронуть тему бомбил? Очень уж интересно. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Кто бомбит? Вы бомбите? Нет? Я бомблю. Во, я тоже бомбил в старое время. Давайте, расскажите нам. Я могу сказать, что закон, который сейчас принимают о бомбилах, очень щепетильный. И с этого платить нечего платить. Сейчас бензин стоит. Ну, просто уже. 10 лет назад я на 150 рублей заливал 10 литров. Сейчас 300 рублей 10 литров. Ну, просто загнали в угол. Вообще, у меня больная тема. Слежу, сам москвич бомблю, потому что денег не хватает. Вот давайте, с Октябрьского поля, вот с Октябрьского поля, по, через канал, по Мневникам, до Крыла, до Молодежки. Вот сколько бы вы с меня взяли бы? Я бы взял, ну, рублей 500. Ого! Много. Мне, вот честно вам скажу, тут ехать, наверное, километров 14-10. И что, что у вас по расходу не получается? Да, это понятно. А вот сейчас Москва вся стоит. Да. Или выделенные полосы. Просто стоит все колом. Да. Стоит все колом. Ну, вот сколько взять человека, чтобы, допустим, в обед доехать там со Смоленской площади на Юго-Западную. Ну, это просто нереально. А какая у вас машина, скажите? Да. Советская разбитая или какая-то? Рено Логан. Хорошая тачка. Это платить как бомбил. Класса. Хорошая, хорошая, реально надежная машина. Спасибо. За 500 бы я, честно... Я бы пешком даже. Я бы поторговался бы. Нам бы лучше пешком. Ага, действительно. Наверное, Логан не за 500. Да нет. Ну, подожди. Во-первых, не смейся над другим Логаном. Пожалуйста, никогда в жизни. А во-вторых, 500 дороговато. Я бы предложил 300, а заплатил бы, может, 350. Вот так. Если бы от Октябрьского поля до Молодежной метро. Ладно, все, спорт, поехали. Ладно, все, спорт, поехали. Девять часов, четыре минуты. Среда, пятая сентября. Здравствует великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая этой программы. Здравствуйте, Александра. Журавли вернутся или нет после 95-й? Понимаете, когда они взрослеют, им хочется в Сибирь. Назад или в Якутию. Это вот, то есть, когда они становятся более зрелыми. То есть, их силой приходится выталкивать на юг, на зимовку. Но когда они становятся зрелыми, они понимают, что правда, настоящая правда, она в тундре. Понимаете? Пробовал бы хоть один наркошу реабилитацию потребовать, говорит 75-й. Не знаю, про что это. Ленинский в центр, не важнец. Зато погода радует. Всем хорошего дня. 001. Выпил с утра, пришла, прошла голова. Сел за руль и за баранку. Учитесь, говорит Тимыч. Я знаю, что вы выпили. Алкузельцер, Тимыч. А? Две таблетки. А? Такое бывает не только с вами. Так, секундочку. Спецы и сбавленники пойдут рядовыми в армию. Рационально? Нет, не рационально. Так, так, так. В час ночи с Анина таксисты в Подольск просили 600. Сбомбила и уехала за 350. Я забомбил. Еще мне в Москве шашечки часто просят показать дорогу. Вот. Это 21-й. Обидно, что паралимпийцам всегда делают более скромные призы. Да, обидно, да. Обидно. Все спортсмены молодцы. Красная цена 330 рублей. Я так и хотел. Ничего колом не стоит. Я нормально в автобусе еду, говорит Руслан. Можно на Кавказе зимовать. Сема живет в машине. Секундочку. Шереметьевская, Шереметьевская, хорошо стоит в обе стороны. Ну вот. А что ей делать? Она такая всегда была. Так. Москвичам, халтурщикам на авто мешают иногородние СНГшники. И с европейскими номерами бомбилы, создающие пробки. Наблюдает 22-й. Давайте, давайте вот что. Раз уж вы так много говорите о движении. Раз вы так подробно говорите о движении. Вот еще один случай из движения, который сегодня во всех средствах массовой информации. Это протеерей, который в... Протеерей это, я так понимаю, какая-то должность церковная. Протеерей устроил драку с пенсионерками. Он избил двух женщин. Одной 60, другой... 66, да? Сейчас я вас вспомню. 66 или 65? Бабушка. Две сестры, по-моему. Значит, 60-летняя Алла Павлова была за рулем Вольво. 66-летняя сестра Валентина находилась в салоне в качестве пассажирки. Они проезжали мимо церкви, когда вдруг с одной обочины на другую прямо перед ними поехал серо-голубой Hyundai Getz. То есть он ровно поперек дороги поехал, прямо перед ними. Водительница затормозила таким образом, что остановилась в 10 сантиметрах от нарушителя. В 10 сантиметрах. Тормоз в пол, 10 сантиметров между машинами. Она вышла, подошла к пассажирской двери Getz. Там стекло было приоткрыто. Хлопнуло по нему ладошкой. Вот это. Человек, кстати говоря, в машине может воспринять это как удар. Хлопнуло по стеклу ладошкой. То есть прикоснулось к его машине. И сказала 60-летняя Алла Павлова. Ну что же ты творишь? Оттуда вылез здоровый дядька. И сказал, сейчас узнаешь. Он обошел капот. И не говоря ничего, врезал ей кулаком в нос. Она упала навзничь на землю. 66-летняя Валентина подключается. Вторая бабушка. Бабушки выскакивают как зомби в компьютерной игре просто. Па-бам, па-бам, следующая бабушка. А он бьется с ними, как с зомбаками. Понимаешь? Да. Как будто он помидор. Это зомби против растений. Понимаешь? Или подсолнечник. Еще зомби выскакивает. Это Валентина. 66-летняя. Шлеп нога, шлеп нога. Подскакивает к нему. Но, говорит, а, тут я выскочал. И дядька сразу пошел на меня. Она говорит. Вот, значит, он идет на грозу. Он умеет идти на грозу. Это же протеерей. Он также молча замахнулся и ударил меня кулаком. Я успела подставить ладошку, прикрыть лицо. В руке остались ключи от ее машины. Он бил ключами. От его машины. От его машины. Он бил ключами. Он бил с зажатыми в руке ключами. У сестры, которая упала первая, избитая протеереем, значит, губа рассечена на полтора сантиметра. Шов полтора сантиметра. Он, видимо, из-за того, что он лупил ключами ее. Три шва наложили. Три, да? А где три? Вот у меня, я по одному источнику читаю, самый большой шов полтора сантиметра. Остальные мельче не считаются. Каждая бабка будет каждый шов раскаливать. Это просто издевательство. Ну вот. Потом он отбирал ключи у пенсионерки от машины. Та не отдавала. Получила кулаком в переносицу. В общем, напрасно он бил ее в переносице, я хочу сказать. А куда надо было? Надо было в висок бить. Надежнее. Висок ключом от Гетса. Можем было бить бабку. Так это было бы все летальное исходство. Так в том-то и дело. А что, а он все, что же, зачем ему нужна эта баба? Она все равно умрет. Царствие Божие. Я никак не ожидала, что он меня стукнет. От удара я влетела обратно в машину. Стала отбиваться ногами. О, ногами пришлось отбиваться. Смотри-ка. Но он отобрал ключи. А, ключи он от своей машины отбирал. Ку-ку. Ты поняла, что? Да, от своей, Гетса. Они их давали. А, наглая. Творюга. Я теперь все понял. То есть он их бил ключами от своей машины. И в какой-то момент при ударе она успела их перехватить в лицо. Да, 66-летняя. 66-летняя. Наверное, ворошиловский стрелок в прошлом, может быть, зажигалки где-нибудь гасила на крыше Клининграда. Но она бы отдала ему эти ключи. Зачем они ездят? Вот именно, творюга. Она с ключами от его машины бросилась внутрь своей машины и стала пинать его ногами. Это что за зверство над священнослужителем? Он стал ее бить. Действительно. И, наконец, завладел ключами. Рассказывают сестры. Он завел двигатель и пытался уехать. В этот момент люди какие-то ехали и преградили путь машине. То есть какие-то свидетели видели, что избивает священнослужитель бабок. И, значит, преградили путь его машине, чтобы он не успел слинять. А, нет, они еще первые бросились. Вот, подожди, рассказ. Валентина стала перед капотом, Алла за багажником. Они. Типа, убей, батюшка. А батюшка, он милосерден, он не убил. Он говорит, хватит с вас и этого. Наконец, вот, стали блокировать водителя, чтобы батюшка не успел слинять с места преступления. Приехали, наконец, сыновья уже потом. Вызвали полицию, наконец. И они говорят, что есть свидетели, что он кричал протоиерей. Вызывайте хоть полицию, хоть ФСБ, мне ничего не будет. Во, это был протоиерей Сергей из церкви святых апостолов Петра и Павла при медицинской академии имени Мечникова в больнице Петра Великого. Все. Ну, круто. Это вам по движению, я просто говорю. Ну, так, по движению. Мне кажется, что он прав был. Ему ничего не будет. А что ему будет? Мы будем следить за... Да ничего ему не будет. Ему 34 года. Он протоиерей. Нет, он потом почел извиняться, ведь помните? Извините, бывает вот такой я. Он сказал, вот такой я. Ну, он гневлив. Как не врезать бабки по роже-то, сама подумай. А? Ну, если да. Ключи отобрала. Нет, он бил первую ключами. Прямо ключами бил. Вот, он бил ключами первую. Что, по окошку хлопала ему. Ладошкой. Ой, по постеку. И вообще по дороге ездит, когда он решил ездить, правильно? По обочину, да. Да. Когда он ездит из обочины на обочину, она решила ездить по дороге с какой-то наглости. Понимаешь? Понимаешь, зверство простых вот этих вот несознательных россиян, одержимых бесами, в отношении священничества нашего клира, просто переходят все границы, понимаешь? Люди звереют просто. Ну, сколько можно уничтожать священников, а? Ну, это какая-то жесть, а? Что все звонят, я не понимаю? Вы звоните, потому что вы сами священники, или над вами, и над вами измываются, или что? Я не понимаю. Алло, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. Да. Конечно, в последнее время какое-то огромное количество этих историй про священников. Я, на самом деле, конечно, совершенно не хочу их защищать, но единственное, что в этой истории меня удивило. Да. Просто, когда я читал, просто чуть-чуть не поверил, что оно так описывает этого брутального священника. Я тоже. Я думаю, она наверняка изб... И она подставляет ему ладошку, выбивает у него ключи, потом бьет его ногами. То есть, мне показалось, что она немножко... Нет, бьет ногами по бабе. Она забралась на заднее сидение и брыкалась, знаете, как от изнасилования они спасаются. Нет, нет. Мне немножко показалось, что она где-то, наверное, преувеличивает. Вот знаете, где преувеличивает? Вот в момент, когда если он зажал хорошо ключ, зажал хорошо ключ, чтобы попороть бабку ключом, а тут она бы вряд ли вырвала бы его. Все-таки священник... Она пишет, ладошку подставила. Звучит, знаете, как бабушка 65 лет. Прикрой лицо. Ее бьет дети на 34 лет. Да. Да, вот давайте вы меня будете бить ключа, я подставил ладошки и могу за палец зацепиться за какой-нибудь брелок. И вы его раз и выраниваете, может быть. Ну, может быть. Но если вы держите ключ как кинжал, то вряд ли. Вы знаете, единственное, да, мне кажется, все-таки гендерные, я не хочу быть сексистом, но все-таки, мне кажется, гендерные и возрастные различия там были не такие, не такая разница, как кинжал. Ну, кто, давайте все-таки скажем, мы на стороне священника, правильно он их порол ключом от своей машины, правильно? Ну, конечно, правильно. Слава богу, слава богу, все, наконец-то, справедливость осторожала. Священник совершенно правильно порол бабок ключом, правильно, по лицу бил ключом от машины, правильно делал. Правильно я говорю? Ну, да, наверное. Потому что бабки распоясались, разнузданные, развязанные. А он действительно им противоставил, как, понимаешь, он боялся их. Может быть, он до этого играл зомби versus плантс, и он думал, что ему надо остановить зомби. Понимаешь, любыми средствами, прикинь. Все, давайте, поехали дальше. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Так, протоиерея, не Чак Норрис зовут, спрошу, это Гарик Бачмачник. Нет-нет, Сергей из церкви преподобных, равноапостольных Петра и Павла, ну и так далее. Там какие-то фольклорные названия, неважно. Его фамилия даже есть. Я не помню всего фольклора, простите. Так, значит, Даренко, побойся Бога, пишет мне в 28-й. В каком смысле? Я считаю, что правильно священник порол их ключами. Как я должен дальше бояться Бога? Теперь, когда Бог на моей стороне, ку-ку, я за священника, алло. 28-й, что за бесстыдство? Я на стороне Бога, наоборот, я против бабок, ку-ку. Эй, я за Бога. Да, вы за Бога. И за Папа против бабок. Протоиерея Сергия Фрунзе. Уже совсем все равно. То есть мы с Папом и Богом вместе, втроем, против двух бабок. Чего нам бояться-то? Ничего не бойтесь. Нам все пофиг, нормально все. Прикинула? Все. Слушай, этого православного активиста... Почему все звонят? Я не знаю. Товарищи, а вы куда звоните? В прачечную? Чего они звонят? Давайте спросим. Никто не накажет. Никто не накажет. Внимание. Какого-то православного активиста вчера наказали, я сейчас почитаю. Я вчера заголовок видел. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мне кажется, ребята, что очень многого хотим от этих людей. Это обычные люди. Обычные? Абсолютно, я и говорю. Абсолютно. Абсолютно. Все люди и все так же чужды, как бы какие-то слабости. Нет. Они выпиваются. Нет, я знаю, у меня есть концепция. Можно я скажу? У меня есть концепция, что, например, вот в старое время в армии говорили, что вы не обычные люди, офицерам. Что вы, например, обычные люди ночуют в подворотне, а вы ходите в чисто отутюженные, наглаженные, потому что вы офицеры. Вы не бродяжки, не педерасты, подожди, 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 подожди. Есть офицеры. Офицеры и священнослужители. Неправильно равнять офицера и священнослужителя? Почему? Ну, это разные немножко вещи. Ну что, у нас священнослужители идут отребья общества, подонки? Вот смотрите, я вам сейчас пример приведу. Есть у меня родственник, он батюшка. Но он батюшка, когда в церкви находится. После этого он спокойно выпивает, может и подраться, и так далее, и тому подобное. Давайте все-таки вот эту концептуальную вещь обсудим со слушателями и непременно проголосуем. Вот у меня есть концепция, внимание, я сейчас ее расскажу вам, а вы скажите, согласны вы или нет в целом. Значит, существуют разряды населения, разряды, слои, которые не могут представляться средними. Вот когда министр внутренних дел, прежний, говорил, что у нас милиция плоть от плоти своего народа, я много раз смеялся над этим. Я говорил, что милиционер не может быть равен бомжу, наркоману, проститутке и подонку, который захлебывается собственной блевотой. Нет, не может. Потому что милиционер должен быть выше. То есть средний милиционер выше среднего по стране. Раз. Офицер в армии, да, выше, чем какой-нибудь пацифист, простите меня за ругательство. Пацифист это матерное ругательство, нет? Пацифист, педераст, нет, педераст и гражданский. Это все три ругательства. Пацифист, педераст и гражданский. Это страшное ругательство в армии. Значит, вот офицер не может быть подобен этим трем негодяям, понимаете? Значит, и, конечно, священник любой религии должен быть выше среднего по стране. А вы утверждаете, что он должен быть, как мы все. Ну, я знаю вот этого отца Тимофея, то есть лично я с ним знаком. Это обычный человек, ничего так. Я не знаю, почему. Вообще, есть очень много вещей, которые нужно обсуждать. Тимофей, который, подождите, Тимофей, который на спортивной машине? Да, 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 да. Да, на спортивной машине. А тот, который двух человек завалил на Кутузе, на Геландо-Вагине, это Илья, по-моему, его звали. Да, 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 да. Значит, почему не обсуждать? Почему не обсуждать? Потому что они нас учат, они учителя. Они учителя, они приходят нас учить. А учитель должен быть безукоризнен? Монахи, при том, послушайте меня, монахи, при том. Тимофей вот этот ваш, монах на спортивной машине. Он не мой, простите, он не мой. Ну, ваш товарищ. Я его просто знаю. А, знакомый. Не товарищ, нет, не товарищ. Я его знаю. Слушайте, вчерашнее мое сомнение, разрешите, он гомосексуалист или нет? Я думаю, что хуже. Хуже, да? На женщину руку поднимать? Нет, я говорю про того, который на машинах летал пьяный. А, я думаю, что даже нельзя слово подобрать. Почему бы? Я объясню, потому что есть какие-то странности. Мальчик, мальчик Илья, на Геландо-Вагине за 200 тысяч долларов убивает двух человек. Он монах. Монах. Второй монах православной русской православной церкви. Второй монах на спортивной БМВ с дипломатическими машинами лепит две машины. Потом гайцы говорят, от него пахло так, что невозможно было дышать, алкоголь. Ему можно все, и у него очень дорогие машины. Тоже молодой чувак. Третий. В 34 года протеерей. Вот этот, из Всеволожска. В 34 года протеерей. В церкви говорят, рано, рано протеерей. Рано. К какому выводу вы приходите? Я прихожу, что они любовницы чьи-то. Они чьи-то любовницы. Я прихожу к выводу, что их кто-то в дупло, это самое... 18 плюс. Долбит в дупло. 18 плюс. 18 плюс, и кто-то долбит в дупло. Потому что иначе почему у них спортивные машины, геландо-вагины, откуда? Ну они что, бандиты? Нет, не бандиты. Почему они 34 года протеереи? Все говорят, да рано же. Ну как же, так может быть. Может, мы что-то не знаем, Сергей. Может, может. Значит, и можно все. Вот и все. Что? Значит, подождите, мы голосование должны. Голосование, когда мы расставимся на рекламу. Поп должен быть таким же, как мы все. Одинаковым с нами. То есть, когда у нас среднее количество бомжей, идиотов, придурков, там всяких блевотных алкоголиков и так далее, должно равняться среди обычных людей и священников. Да, 916-55-81. Нет, поп должен быть выше качеством. Выше, потому что он учитель паствы. 916-55-82. Если он учит, то он сам должен быть по качеству выше. 916-55-82. После рекламы скажу вам результат. Я останавливаю голосование, смотрите, что получилось. Значит, у нас позвонило нам 450 человек, 447 всего. 427 уникальных звонков, остальные по нескольку раз звонили. 3,3% допускают, что священники должны быть подобны нам в среднем по стране. То есть, также должны быть какие-то выдающиеся гении, подонки и так далее, негодяи, мерзавцы и прочее. Вот. Ну, то есть, как вот все, так и они. Нет, поскольку они учителя, они учат паству, наущают. Да? Они должны быть выше, чем в среднем по стране. 96,7% считают, позвонишь. 96,7%. Да? Секундочку. Представители РПЦ и полиция конкурируют, кто круче облажается, говорит 43-й. Не их кто-то долбит, а они кого-то долбят, говорит 71-й. Нет, они молодые ребята, и у них есть все. Понимаете? Так, секундочку. Священный служитель, это состояние души, говорит Крачковский. Так, так много-много. Поп должен сидеть в тюрьме, я говорил, Глеб Егор Шарапов. Вспоминает откуда-то фроги. Вспоминает откуда-то фроги. Я не помню, откуда это. Да, хорошо. Давайте дальше. Значит, есть какие-то еще маленькие такие, маленькие совсем новости. Вот этого все-таки наказали парня, который бил сторонника Пуссерает вчера. Обвинительный приговор в отношении называющего себя православным активистом Александра Орлова, избившего сторонника Пуссерает Дмитрия Куминова, вступил в силу 4 сентября, это накануне. Ну вот, пожалуйста. Во вторник. Об этом сообщают сегодня все средства массовой информации. Орлов, который бил сторонника Пуссерает, приговорен к трем месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. Что это значит? Будет заправительная работа. Будет заправительная работа. Будет заправительная работа, подметать, улица. Кроме этого, мировой суд обязал его выплатить пострадавшему, простите, 15 тысяч рублей компенсации. 19 апреля у Таганского суда Куминов надувал воздушные шары. К нему подошел Орлов и толкнул рукой в грудь, православный активист. Подошел и толкнул рукой в грудь. Куминов упал на асфальт, повредил колено. Далее православный активист схватил Куминова за одежду, ровком поднялся с асфальта, после чего силой снова толкнул его. Значит, рядом были правоохранительные органы, которые не хотели защищать. Почему это странно? Не хотели. Ну, потому что они боятся православных. Как тебе не понять. Да, не всех там, Сергей. Неправда, неправда, они боятся православных, они боятся православных. Потому что, мало ли чего, им ничего никогда не бывает, и все. Вот это первый же прецедент, поймите, первый прецедент. По моему мнению, нападавший оказался без протекции правоохранительных органов, которые могли бы повлиять на ситуацию. Ну, а суд принял справедливое решение. Три месяца... Что такое три месяца исправительных работ? Объясните мне, пожалуйста. Ой, спасибо тебе огромное. Открыл. Виды исправительных работ. Это отбывание по месту работы осужденного. И отбывание в местах определенных органами, ведающими исполнение приговора. А слушай, это меня могут на радио заставить работать три месяца. За что? За что хочешь? Сергей. Ну, за что хочешь? Я себя побью какого-нибудь сторонника-пусирают? В качестве православного активиста? Да, но не подъем. Почему? Вот я как православный активист возьму сейчас нахрен, дам кому-нибудь по роже. И мне, типа, будут заставить меня три месяца работать на радио. Правильно? Что я, собственно, и планировал делать. Ну, дуло бы 10% отчислять государству. А почему государству? Вот, пожалуйста, вид уголовного наказания с вычетом из его заработков, дохода, государства. Ну, что такое, послушай меня, 10% не так много. Не, может, не 10, может быть. Послушай меня, татарам платили десятину, церкви платили десятину, всю жизнь русские платили, татарам и церкви, татарам и церкви, одно и то же, десятину. Церковь брала десятину, татары брали десятину. Нормально. Что, нам привыкать, что ли? Вот, исправительные работы, это скорее замаскированный штраф. Ну, правильно. В рассрочку. Так я бы и поработал. Покажите мне сторонника-пусира, отдайте, я ему дам в рожу сейчас. Где такое? Ну-ка, вот тот, что шел сейчас. Нет, у него лицо такое. А? Приведи мне вот из русского радио сейчас. Из русского радио. Перцев приведи. Я им даю порожи. Ну, кого вам? Слышишь, они мне дают порожи, тогда им дают за меня три месяца работу. И вам на радио. И мне дают три месяца на радио. И мы друг другу даем 10%. Сейчас будет драка в прямом эфире. Ай-яй-яй-яй. Семь-восемь восемь восемь сто семь и ноль. Слушайте, ну это прецедент. Вы его приветствуете? Семь-восемь восемь сто семь и ноль. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Я вот в Белоруссии. Мы тут делали ремонт одному батюшке. Да. Он сам с Украины. И вообще украинский еврей. Прелестно. У него четыре квартиры в Москве. Четыре квартиры. Чувствует он себя вообще нормально. Потому что у него прихожане приезжают на бронированных мерседесах с охраной. Вот видите. Ремонтируя квартиру, чего не насмотришься. Господи, повел. Вы теперь к гипнотизеру идите. Сходите к гипнотизеру, чтобы он из вас все это выбил. Понял. Гипнотизеру. Правая рука теплая и тяжелая. Левая рука теплая и тяжелая. Попы не стяжатели. Новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новости. Обзор печати. Девять часов тридцать четыре минуты. Обзор прессы в студии Александра Косногородская. Здравствуйте. Начнем обзор с еженедельников. Сегодня выходит свет газеты «Аргументы и факты». И вот некоторые заметные публикации из этого номера. В канун своего юбилея 75-летия Иосиф Кобзон дает газете интервью. И интервью выходит под заголовком «Я жутко люблю жизнь». Что не так, ребята? О чем уже не споет Владимир Высоцкий? По запросу читателей, корреспонденты АИФа выяснили, о чем бы сегодня пел Владимир Высоцкий. И еще несколько тем на тему ЖКХ. Снижение тарифов ЖКХ – это реально. В правительстве Подмосковья хотят довести ситуацию до идеальной. В сегодняшнем номере публикуется интервью заместителя начальника председателя правительства, который как раз таки курирует вопросы строительства и ЖКХ в Подмосковье. И он говорит, что сегодня на 94% люди оплачивают коммунальные услуги. И еще по поводу коммуналки, коммунальные пайки называется заголовок. Власти придумали новый способ повышения тарифов и к 2014 году всю страну начнут экономить. Об этом пишет сегодняшний еженедельник «Аргументы и факты». А ежедневные газеты, такие как «Ведомость», например, рассказывают о том, что Владимир Путин по пути на саммит АТС во Владивосток заедет на Ямал. И если позволит погода, то примет участие в проекте «Полет надежды». Президенту предстоит попробовать себя в роли вожака стаи выращенных неволе стерфов – журавлей, которые занесены в Красную книгу. Роль пилота – это та роль, которая отводится Путину. Это роль лидера стаи. Он показывает маршрут перелета. Это «Ведомость и продукт не урожая». Тоже сегодняшние «Ведомости». Росстат начал фиксировать рост потребительских цен на основные продукты питания в России. И под данным Росстата уже в августе цены начали расти, и больше всего подорожала мука на 5,5%. Коммерсант Рамзан Кадыров хочет восстановиться в границах 1934 года. Набирает обороты скандал вокруг административной границы между Чечней и Ингушетии. Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что Чечня имеет законные права на Сунжинский и частично на Малакбекские районы, которые в Ингушетии считают своими. Эксперты отмечают, что этот территориальный спор, который разгорелся как раз за год до выборов главы Ингушетии, может серьезно осложнить обстановку в регионе. Еще из коммерсанта Еврокомиссия начала в отношении концерна «Газпром» официальное темнопольное расследование. «Газпром» подозревают в создании препятствий конкуренции на рынке газа Центральной и Восточной Европы. Еврокомиссия обещает рассмотреть этот случай в приоритетном порядке, то есть очень быстро. И если вина «Газпрома» будет доказана, то ему грозят крупные штрафы и пересмотр всей системы экспортных контрактов. Вчера ФСБ и ГИБДД провели в центре Москвы рейд по выявлению водителей незаконных спецпропусков и удостоверений, которые дают право на дорожные привилегии. Подробности можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте». Российская газета рассказывает, как мы будем отдыхать в ближайшее время. И в частности речь идет о новогодних каникулах, которые продлятся 10 дней. Итак, на новогодние праздники мы будем отдыхать с 30 октября 2012 года по 8 января 2013 года. Самые ближайшие каникулы трехдневные нас ожидают в ноябре с 3 по 5 число. Но, что на мой взгляд печально, 1 мая всего будем отдыхать 5 дней в мае. Сегодня еще выходит новая газета. Не обязательно так, кстати. Не обязательно так. Что такое? Вот обратите внимание на все публикации. Сказано, что у Нового года отнимут два дня. То есть мы восьмого типа выходим. Да. Или девятого. По-моему. Но эти два дня правительство позже, однажды, само по решению правительства, которого пока нет, присоединит к чему бы то ни было, к чему они захотят. Но пока ни к чему не захотят. Вот смотри, мы выходим там, девятый, десятый. Как-то так мы выходим, что два дня правительство заначит как-то. И их эти два дня... 30-е и 31-е. Это новогодние праздники. Наоборот, дадут 30-го и 31-го. А так бы мы отдыхали. Еще два дня заначат какие-то. И, значит, эти два дня потом, когда захотят, к чему-нибудь присоединят. Вот к первому маю бы. Вот бы к первому маю. А почему? Вы такая огородница. Огородница. Она огородница. Прекрасно, прекрасно. Хорошо. Ну, вот, наверное, это все. Обзор пресса. Заведите огород в Аргентине. Самая стать будет. Тогда нужно пить так пятью днями, тогда не отделаешься. В Аргентине. Не, и на Новый год как раз там будет, так сказать, уже первый покос. А урожай, Сергей? Покосы собирать, покосы. Поехали дальше. Подъем. Сергеем. Даренко. На РСМ. Так, в Бауменке сократили военную кафедру. Это снова нам пишут. Это ужасно, что. К пробкам. Кто знает, что такое группа компании Интерпол-сервис? Вчера вечером желтая люстра хамили на коширке, спрашивает полковник. Полковник, а вы знаете, тут рейд тоже был. ФСБ и, значит, ГАИ ловили с пропусками на мытной. Вот об этом сегодня в прессе есть. В коммерсанте. В коммерсанте сегодня есть об этом. Там очень много всяких подставных всевозможных пропусков, очень странных всяких названий и прочее. И оружие нашли, кстати. Да, да, да. И оружие нашли там у какого-то товарища в бейсболке, который сказал, вообще не знаю, это шеф тут положил, меня не парит. Вот. Слушайте, да, прошу. У нас же молния, Сергей. Давайте молнию. Полковник, это вот к вашим коллегам, к вашим. Задержан экс-сотрудник мэрии Москвы и офицер погранслужбы ФСБ по подозрению в попытке торговли госдолжностями и депутатскими мандатами. Вот. То есть он пытается торговать. А что же? Это бывший сотрудник, имеющий гражданство России и Голландии. Заур? Заур? Зачем нет? Заур? Да. А почему сразу он Михаил Костя? Мустафаев. Их двое. Ах, их двое. Послушайте меня. Двое. Двое великодушных. Двое властителей судеб. Господин Заур Мустафаев и Михаил Костин. А также участница пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Светлана Соловьева и Зольда Гросс. А также тренер по фитнесу гражданин. Вот все проходимцы тренера по фитнесу. У меня такое ощущение. Гражданин Украины Дмитрий Вершина. Значит, смотрите, что они делали. Они все вместе в какой-то момент обращались руководящими сотрудниками администрации президента РФ. и предлагали заинтересованному лицу руководящую должность в одном из структурных подразделений МВД за 500 тысяч евро. Да, оно может и стоит. Оно может и отбивается за год. 500 тысяч евро. Сколько высокопоставленный мент берет в министерстве? 500 тысяч может и стоит, я считаю. А в чем мошенничество? А они, наверное, не обеспечивали реальной должности. Деньги брали. То есть деньги брали настоящие за должность. А, может быть так. Значит, вот-вот-вот-вот-вот. Все эти люди. Изольда Гросс, Светлана Соловьева. Дмитрий Вершина из фитнеса. Заур Мустафаев из Голландии. Заур Мустафаев из Голландии. Такая компания интересная. И офицер ФСБ Михаил Костин. Вот они, значит, вчетвером орудовали. Интересно, кто из них представлялся самым главным начальником? А кто таким жучком таким, который подводил к начальнику? А кто протягивал достоверение? А кто брал деньги? Нет, деньги берет жучок. Никогда высокопоставленный сотрудник не берет. Высокопоставленный сотрудник просто кивает. Мимо него проводят в ресторане. Ты знаешь, что я был таким? Нет. Упс. Что ты покупали? Ой, разборка была такая. Жесть вообще. Расскажите. И я должен был присутствовать как гарант. Это давно уже. И как все было? Ну, там они идут. А что было-то? Что продавали? Что покупали? Ну, в общем, ГБУха и Чечены пилили что-то. И вы в этом участвовали? Я со стороны Чеченов, да. Значит, ГБУха и Чечены что-то пилили, чтобы не грохнули моего соседа по даче. Ну, потому что его должны были грохнуть. Там на 7 миллионов история какая-то. Не важно. Я так и не вникал особенно. Ну, вот. И, значит, мимо меня провели этих самых пациентов. Вот, пациентов потерпевших. Так. Пациентов потерпевших, которые вели спор. Высокие договаривающиеся стороны. Одни из КГБ, ну, ФСБ, в смысле, а другие из Чеченской оргопреступной группировки. И они провели все. Это тогда еще в казино было. Еще были казино в то время. Ну, и чем все закончилось? В казино неподалеку от, знаешь где, от второго часового завода. А я кивнул. Нет, а я заказал себе салат из помидоров и бадуа. И я, значит, пил бадуа. И важное лицо строил, потому что я как бы свидетельствовал. А вам страшно не было? Я думал, что люди серьезные, чеченые люди серьезные, ГБ люди серьезные, не начнут же они стрелять, прости господи. В ресторане, послушай, в ресторане, мы сидели в ресторане, принадлежащих грузинской оргопреступной группировке, грузинским ворам в законе. В казино. Да, ну, в ресторане при казино. Грузинские воры обеспечивали, как говорится, место. Высокие договаривающиеся стороны обеспечивали, как говорится, порядок. А я сидел тихо, и соседа моего не убили. Нет, нормально, он скрывается на Украине. Он поделился с вами? Не, ни в коем случае. Он скрывается на Украине. Он скрывается на Украине, тебе объясняю. От высоких договаривающих со сторон. Очень смешно. Нет, ну, подожди, это жулики еще те, я их знаю. Я знаю практически, потому что я один из них. Ну, вот граждан Украины Дмитрий Вершин. Слушай, подожди, давай что-то еще веселое. Мы должны обсудить сегодня массовые публикации по веселящему газу. Значит, очень много. По 50 рублей баллон продается. Если ты сейчас напишешь, если сейчас ты напишешь веселящий газ в интернете, то у тебя прямо большие поставки мгновенно. Да. Да, да, да. Мы набирали? Да, да, да. Десатурация проходит за 5 минут. Тебя определить, что ты дышала этим, невозможно. По существу, я хотел бы, чтобы меня... О, правда. Да, закись азота. Дыши смехом. Дыши смехом, да. То есть, сейчас, сейчас поставки. Вот, опыт. 2400 рублей. Давайте посмотрим. Баллоны. Баллоны. Да не надо. Гелий в баллонах. Закись азота в баллонах. Аренда, продажа баллонов. Сколько хочешь. Шелепихинская набережная, это вот здесь, Шелепиха. Вот здесь. Боже мой. Рядом. Лучше воздух Ибицы. Ну, да, 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 да. Только не Ибица, не портит мне настроение, потому что я знаю испанский. Ибиса. Ну, вот, слушайте. Значит, мне нужны дайверы. Именно по смесям. Потому что, насколько я знаю, именно дайверы столкнулись, и врачи, дайверы и врачи сталкиваются со смесями, дыхательными смесями. Потому что дайверы, собственно, дышат дыхательными смесями. И проблема газов и вот наркоза, азотного наркоза, газового наркоза. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я дайвер. Да, скажите, а вы техно или вы ходите на воздухе? В основном на воздухе, ну и техно ныряю время от времени. Вот, скажите, вот сейчас все вдруг стали изучать газы, а мы с вами знаем газы уже с покон веку, да? Есть такой закон Мартини, там, это фужер Мартини, это 30 метров. То есть азот дает по башке, начиная от 30 метров. Есть такой. А 55 и ниже, если на воздухе кто-то потянулся, то практически часто встречается эта история. Ну, накрывает, да, там после 50 уже. Расскажите о своих ощущениях. Честно говоря, мне не везло, я ни разу не испытывал этого, на азотистого наркоза, никогда. Ну, попробуйте, собственно говоря, в чем проблема-то. Я ниже 40 не ходил, ужасно законопослушный я. А, ясно. Ну, действительно, состояние сходное с опьянением, то есть я уже там совсем глубоко, там глубже 60 не лазил, где уже там накрывают в черную, а так вот после 50, ну, состояние легкого опьянения вполне контролируемое. Ну, у всех по-разному. Вот жена у меня, например, в Дахабе, в каньоне уже на 20 там ее накрывала. Вот. А я, допустим, в Блюхо ходил спокойно на воздухе, ну, естественно, с ДК-газами, но со спаркой именно донный газ у меня был воздух обычный. И нормально я арку проходил в том же Дахабе, то есть 56 метров. Можно спросить, а почему вы не на гелии пошли? А, гелии дорогие, Сергей. А-а-а. Можно еще спросить у вас? А вы говорите, что состояние похоже на опьянение, а здесь говорят, что веселит он. Смешно становится? Эйфория. Вы знаете, у всех по-разному, у меня нет, не смешно. Действительно, состояние просто сходное вот с алкогольным опьянением, то есть тепло, вот, конечностям тепло становится, так немножко голова начинает кружиться. Вот как-то так. Ой, у меня это было, я почему-то не думал, что это опьянение. Ну, вот это, видимо, уже какие-то... На сорока было. На сорока было, да-да-да-да-да. Я в Блухов никогда не ходил, нет, и вообще очень люблю вот туда на юг, Эльфинстоун, Долфинриф, и туда вот туда. Ну, там менее потоптанно, да. Да-да-да, там лучше Горгониевые сады. Спасибо. Значит, мы прошли все это. Сергей, а насколько это вредно? Значит, смотри, ты идешь потом через рассыщение, спокойно, рассыщение, десатурация, и когда ты, если ты поднимаешься на скорости менее, чем 18 метров в минуту, ну, меньше, чем самый маленький пузырек рядом с тобой, всегда полно пузыречков махоньких. И ты смотришь, они так вот мерцая идут, эти пузыречки, они не вверх идут сразу, а как бы так... Колеблюсь. Колеблюсь, да. И ты смотришь, как самый маленький пузырек поднимается вверх. Никогда нельзя его опережать. Его нельзя обгонять. Если ты обгонишь, ты начнешь кипеть внутри. Ну, с газа в крови начнут кипеть. Пена пойдет. Пена внутри, понятно. Вот. Это первое. Второе. Есть глубины, на которых тебя переколбасит. Самый опасный, это газ, не азот. Самый опасный газ, как ты будешь сейчас смеяться, кислород. Почему? Известно, он же горючий. Нет. Дело не в горении. Дело не в горении. Гелий еще сильнее. На солнце горит гелий. Но ни хрена это не мешает на нем погружаться. Значит, кислород опасен, потому что он интоксикацию приводит гораздо раньше азота. Он убивает раньше азота. и на чистом кислороде шесть метров. Ого. Шесть метров, и кранты, и дальше уже спазмы начинаются мышечные и так далее. Понимаешь? Поэтому вот то, что сейчас дети начали баловаться, мне странно и смешно, потому что мы все это прошли десять раз на нырялке все это. Я не понимаю, почему они так прутся от этого. Почему они смеются? Давайте потом после десяти может быть найдем какого-то ребенка, который пробовал эту фигню. И врача, который расскажет, насколько это... Или взрослого, который пробовал, взрослого, восемнадцать плюс-плюс-плюс, значит, который пробовал вот эти все баллончики, и над ним посмеемся вместе с ним, потому что, я не знаю, мы ходим на газах постоянно, мы вычисляем, расписываемся за Найтрокс, мы расписываемся за 32-й, и так далее. Мы расписываемся за Найтрокс, понимаешь? За 36-й мы расписываемся, подписи ставим, проверяем, газоанализаторы ставим, и так далее. Все это делается, это ничего экстравагантного. С чего это вдруг молодежь сейчас поперлась от этого? Вообще не понимаю. Ладно, давай звонить на биржу. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Илья Быстров, Лев, здравствуйте, Московская биржа. Что у вас, расскажите? Ну, вчерашний день, мы довольно неуверенно, закрыли 1437 пунктов по индексу МВБ уже вечером, уже на вечерней сессии мы видели, конечно, это уже с небольшой попыткой отыграть снижение дневное, на 0,1% вверх поднялись, но, тем не менее, все-таки задел вчера и по волатильности у нас был сделан, скакнул довольно-таки высоко, более почти на 2% фактически, и, соответственно, сегодня ждем тоже не очень внятного, скорее, движения вниз, все-таки у нас медведи, они за вчерашний день показали, что они еще сильны, но и, в принципе, это может происходить, кстати, на фоне довольно-таки неплохого отката от пары евро-доллар, она у нас вернулась фактически на уровень... На 1,2533, да? Да, это близко к уровням вообще конца августа, это вот 30... Да, доллар-евро вернулись на 1,2533, евро атаковал и ушел на за 1,26, но сейчас вернулся на вот коридор 1,25. Да, смотрим, смотрим внимательно. Спасибо большое, Лев. Спасибо. Побежали дальше. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Я Андрей Кашутин. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Андрей, вот нам сообщают такую вещь. Смотрите, вы же относитесь к государственным деньгам, смотрите, в Одинцове на Можайке напротив ОВД украли асфальт, а только ведь весной поменяли. Кстати, выехать из Занецова стало очень-очень сложно. Сергей Занецова. Значит, мы видим сами, и вы видите, как по многу раз за год меняют асфальт на одной и той же улице. Ну, как по многу, по паре раз меняют. Ну, сначала ремонтируют, потом меняют еще раз, да, потом. А другой раз бывает, что сначала меняют, а потом меняют. Да, да, да. Так тоже бывает. Это что? Вот что это? Как это объяснить с точки зрения госзакупок? У вас бывает такое, вот там у вас строчка пробегает, поменять асфальт четыре раза? Нет, так можно что-то разговаривать с отдельными лотами. А-а-а. По итогам года можно посмотреть, что отменяли четыре раза, на самом деле. Понятно. Понятно. Спасибо. Еще предложите нам какие-то лоты интересные. У вас сегодня устройство катков с искусственным домом в Юго-Западном округе на 34 миллиона рублей. Компьютерное оборудование нужно в Федеральное архивное агентство за 11 миллионов. Автомобильные шины для Главного управления ВД по Санкт-Петербургу на 5 миллионов. Да. Линолеум нужен в Министерстве финансов России на 2,9 миллиона рублей. И, как обещали один из лотов госкомпании, для банка ВТБ нужно серверное оборудование на 79 миллионов рублей. Неслава. Спасибо большое. Это Андрей Кашутин, Единая электронная торговая площадка. Движемся дальше. Русская служба новостей. Русновости.ру Ежа-пастушок Пайдрай 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 Сережа Северно Рожок 10 часов 4 минуты Среда 5 сентября Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Александра Красногородская ведущая этой программы Здравствуйте. Рига стоит практически от АЗС трасса. Пишет нам Гавр. Гавр, ну не до конца она стоит, Рига ваша. Рига стоит до Кики. Рига стоит до Кики, потому что там в левый ряд Камазы выезжают, которые, ну там, либо разгружаются, либо наоборот загружаются. После Кики ничего так, она желтенькая Рига, а потом уже от Красногорского круга опять останавливается. А там-то выезжают. Там уже без Камазов просто из-за глупости. Понятно. Так правда, Рига стоит, стоит себе, да. Но я думаю, что там вот все-таки у Кики что-нибудь такое опять, как всегда. На солнце горит водород. Считает 83-й. Это на вашем солнце горит водород, а на нашем солнце горит гелий. И гелий будет гореть, пока весь не выгорит. А вот когда он выгорит, начнет гореть водород. И вот тогда солнце сделается красным гигантом. А потом, как нас учит президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, сделается белым карликом. Помнишь, Путин говорил об этом? Нет. Нет, ну, где-то вот второй мандат, когда он был, он посетил либо Академию Навку, либо, что такое, он сказал, меня очень впечатлило, что солнце станет белым карликом. Вот, значит, а сейчас на солнце горит гелий. Понятно? Кислород продают в клубах 150 рублей за шарик, говорит, шаротаксист. И, а другой, говорит, мне тут ниже писал, 300 рублей за шарик. Видео в разных клубах разные цены. А я знаю, по 50, вот пишет, пишет по 50 этот самый, какие-то издания я читал, что по 50, баллон по 50. Вот, а вы можете просто сразу целый баллон купить, полную квартиру забить азотом. 2,5 тысячи стоит. Полный баллон, да? Да. Ну вот, пожалуйста. Азотный наркоз очень похож на обычное легкое алкогольное опьянение. В дайвинге начинается в зависимости от условия 30 метров. Никакого остаточного эффекта не имеет. Дыхание за киси азота на поверхности ничего общего с декомпрессией не имеет. А кто вам говорил, что имеет? Я не говорил, что имеет. Я учил Красногородского всплывать на смесях для десатурации. Я говорил, что десатурация происходит. Ку-ку, что вы меня обвиняете, я не понимаю. Наехали все. Значит, я еще раз объясняю, что если у тебя какие-то смеси в организме, то ты проводишь десатурацию, рассыщение. То есть, тихонечко, во-первых, всплываешь для рассыщения, второе, стоишь 3 на 5. 3 на 5 стоишь. 3 на 5 метрах. Поняла, что я сказал? Да, понимал. Стой себе, стой там, как дура ненормальная. Компьютер скажет, когда можно всплывать. Но это десатурация. Похожая вещь, десатурация от закиси азота, десатурация от закиси азота из крови, здесь на поверхности. Наглотаетесь, потом выйдете на балкон спокойно, только не надо прыгать с балкона, значит, и подышите обычной смесью 21-м найтроксом, который нам предоставила планета Земля. 21-й найтрокс на балконе у нас, правильно? Подышали спокойно, спокойненько десатурировались, и назад погружаемся в квартиру, в квартиру, где у тебя баллон. А? Ну как? Брифинг, брифинг, здесь, да, плотнее, плотнее к рифу, подводное течение, плотнее к рифу, и погружаешься опять, пошел. Мне так нужна масочку, трубочку. Да, да, так что вот так. Сергей, я когда на скорой ездила, то мне предлагали там Слушай, они не хотят, чтобы гелий горел. Сколько вы меня будете доставать? На солнце горит гелий, сказано, все, не спорьте со мной. Так, давайте, давайте, кто дышал вот этим азотистым газом за кисью азота здесь в Москве. Звоните сейчас. Вот нам звонит, 77-й звонит. Где? Вот 77-й, дышал азотом. Все, вот, пожалуйста, 77-й, расскажите, пожалуйста. Вы дышали же. А Нищенко говорит, что у вас дырки в мозге сейчас появились. Сергей, добрый день, ну, вы, по-моему, немножко путаете, потому что Найтрокс это смесь с повышенным содержанием кислорода. Нифига, вот 21-й Найтрокс это воздух, которым вы сейчас дышите. Хорошо. Строго говоря, строго говоря, 21-й Найтрокс это 21% кислорода. Вот вы и дышите сейчас в 21-м Найтроксом. Да, 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 а Найтроксы, которые с высшим числом, это более насыщенный кислород. Ну, 32-36, правильно, 32-36, все правильно. Да, а закись азота это другой газ. Насколько мне помнится школьного курса химии, это Н2О2. То есть это вообще... Пожалуйста, мы сейчас говорим не о кислороде, а именно об азоте. Азот, когда он в вас попадает, у вас наступает азотистое отравление. Это похоже с закисью, с отравлением. Нет, нет, не похоже, потому что я и ныряла, и закись азота, да, я пробовала, когда мне делали зубы, ну, это было давно, но это было очень смешно, действительно. А начинаешь хохотать как от косяка или как? Да, да. То есть все смешно, реально? Врач подходит с такой смешной рожей, что невозможно... Реально, да, да, невозможно, смешно просто. Я хочу попробовать. А что в результате? А в результате дырка в голове возникает, да? Кто-то говорил? Брюн говорил, мне кажется, нарколог. Ну, не знаю, не знаю, мне просто зубы сгорели. А что потом было? А потом вы рассыщаетесь, если ничего не будет? Нет, нет, совершенно спокойно приходишь сюда, просто просыпаешься. А сколько минут длится это? Хохот. Я думаю, сколько маска на лице, сколько и длится. Вот. То есть, да, рассыщаешься быстро, короче. Ну вот, а нам пишут, там депрессия, еще что-то. Надо, надо вот это уточнить у врачей. Надо уточнить у врачей. Теперь врачи скажите, вдыхающие и врачи. Почему это опасно? Да, здравствуйте. Водород. Здравствуйте, здравствуйте. Водород горит на солнце. Вот это вот какие-то, какая-то фашистская секта. Водород будет гореть, когда гелий весь сгорит, ясно? Алло, здравствуйте, да слушай. Да, здравствуйте, я вдыхающий. О, расскажите, пожалуйста, каковы последствия? Говорят, потом депрессняк, нарушение сна, ну и вообще ужасно все. Нет, ничего подобного. То есть, вдыхал, вдыхал неоднократно, вдыхал без меры, и, соответственно, все в порядке. Но это можно сравнить с азотистым отравлением на глубине, азотным наркозом? Ну, не могу. Вы просто не ныряли. Не ныряли. Скажите, сколько вам лет, и где вы это делали? Мне 28, употреблял где-то в 25, в Питере, на музыкальном фестивале. Да, теперь скажите, почему это воздух и битцы? Почему это, вот, почему что там в Ибисе это распыляют просто на дискотеках, да? Ну, да, в шарик так же это наполняют и дают, соответственно. На Ибисе? Да, да, да. На Ибисе, ну, подобного рода фестиваль, да, просто в Питере происходил. Я понял, спасибо. Короче, значит, это страшно опасно, товарищи, я предупреждаю, 18+, 18+, но пока не выявлено, почему. Так мы, врачи, все рекламу спросим, как раз. Да не надо, так мы всю передачу будем говорить про это, а мне про Гудкова хочется, хоть слово, хоть слово про Гудкова, я, знаете, что меня... Погудеть. У меня это самое, русский парламентаризм вызывает у меня эйфористическое чувство. И смех, как это так и садут. Да, да, слушай, ну, человек пять раз звонит, ну, что, ну, я же не могу не снять трубку, давай, давай снимем трубку. Пять звонков, фига себе. Алло, здравствуйте. Алло. Вы врач, или вы употребляли, или вы дайвер? Нет, я химик, и хочу вам сказать, что вы напрасно вспомнили вот этот ваш дайвинг. Другая вещь, да? Не имеет кзачь азота, азотное опьянение. Давайте, давайте тогда сразу разделим, и вы мне поможете, потому что при слове азот я вспоминаю дайвинг. Вы считаете, что мы, когда на насыщенном азоте, под, допустим, пятью атмосферами на сорока метрах, это у нас одно опьянение, а закись азота, это другое опьянение? Абсолютно другое, потому что одно, это азот, элементарный азот, элемент, а другое, это соединение азота, закись, это никакого отношения не имеет. Это сравнивать, как хлор, например, где дают хлористый натрий. Можно я спрошу, почему? Я думал, но он в организме может закиснуть в моем азоте? это инертный газ, азот, он не соединяется с кислородом. А, то есть ему невозможно закиснуть там в организме? Нет, нет. Стало быть, сразу, сразу, азотистая наркоз, при погружении и закись азота из баллончиков, это разные вещи? Абсолютно разные. Чем они отличаются по влиянию вреду приносимому организму? Ну, азот, он, понимаете, как бы механические действуют? То есть, вот эти вот пузырьки, выделяющиеся при понижении давления, они закупоривают там капилляры, да? Да. Вот. А закись азота, это очень активное соединение, которое там, в общем-то, соединяется с какими-то элементами крови, и, в общем... Позвольте вопрос, вот от стенокардии дают, сейчас я вспомню, какую-то фигулю, которая мгновенно растворяется в крови под язык. Валидол. Нет, под язык дают. Черт. Которая тоже закись азота, а? Нитроглицерин. Нитроглицерин. Ну, это тоже не имеет никакого отношения к нитроглицеринам. Ну, это какая-то азотистая фигня, нитроглицерин, нет? Ну, ну и что, это же разные соединения, мы не путайте. Ну, пожалуйста, пожалейте нас, но вы думали дофига соединений, а мы должны все время чувствовать себя несчастными. Спасибо, спасибо. То есть, внимание, нитроглицерин. В больших носах. Раз. Азотистая, азотистый наркоз. При погружении. И закись азота, которую зовут на дискотеках, это три разные вещи. Надо бы все три сразу засандалить. Поехали дальше. Подъем. Смотрите, значит, Исаев, наш автор, который у нас по субботам в 19 часов. Андрей Исаев. И видный единоросс, и такой он, трибун. Он трибун. Он выступил, значит, с предложением, чтобы запретить выбираться в Госдуму, не принимать близких родственников, потому что он, говорит, какая-то пошла, говорит, сволочизм какой-то пошел. Первое. Гудков с сыночком. Жириновский с сыночком. Понимаешь? Да, еще кто. Значит, Воробьев с сыночком. Воробьев, видный... Андрей Воробьев. Андрей Воробьев, видный руководитель Единой России, Единой России, вот, который прежде ассоциировался с Семгой, Норвежской и Русским морем, он сын другого Воробьева, который заседает в Сенате. А, так это разные вещи. Ничего не разного. Пономарев и Пономарева, мама в Сенате. Боже, да там одна сплошная большая... Они все оттуда, конечно, конечно, поймите, ребята. Свадьба. Да. Смотрите, Гудков с сыночком во Франции Справедливая Россия. А у Исаева есть сын? У Исаева... О, кстати, Вики, Исаев Вики, быстро. Может быть, он просто нет сына. Быстро, быстро. Они будут перекрестно опылять друг друга. В смысле, я имею в виду, госслужащие будут отправлять детей в Думу, а Дума будет отправлять детей в Министерство. Мне кажется, так надо. Подожди, секундочку. Владимиру Васильеву. Сейчас. Очень много детей в результате. Я всех назвал? Вы назвали троих. Нет, больше. А, четверых. Я назвал Гудков с сыночком раз, Живиновский с сыночком два, парочка. Гудковы? Пономарев, который протестант, тоже протестующий. Опа, опа, купай, москвай, окупай, кремляй. У него мама в Совете Федерации. Так ведь? Да. Ну, по-моему, была публикация об этом. А, сын Никита, 96-го года рождения. Сын Никита, 96-го года рождения. Сыну Никите у Исаева, соответственно, скоро 18. Я думаю, он пойдет в армию. Конечно. Я прочему блестать на военное попыще. Ну да, год отслужит, потом будет учиться. Разве год? Сейчас год служит. Какая жалость. Вот, слушай, значит, послушай меня. Пономарев и Маманя, Воробьев, Янгинарос и Маманя. Значит, самая такая фракция, которая больше всего сыночков сосредоточила, это Справедливая Россия. Справедливая Россия. Это Гудкова и Пономарева. На втором месте, второе место делят торжественно Единая Россия, и ЛДПР. Скажите, вы поддержали бы Исаева? Не надо им детей, не надо им детей толкать в Думу. Ну, хотя, с другой стороны, ну, в Думе, что может талантливый депутат. Аж родное, где-то присмотришь, где-то борщичку подольешь, чтобы поел. Поел, да. Посмотришь, поконтролируешь, пообедал, не пообедал. Конечно. Конечно. Есть доверенный чел, который не сдаст в случае, если какая-то коррупция или что, понимаешь? Так, чтобы свой. На одной машине можно на работу ездить. Можно. Только он же едет откуда? Мы же не знаем никогда, где он ночевал. 7-8-8-107-0. Потом он находит рядом с полутора миллионами евро. А, это Яшина. Это Яшина. Это Яшина, простите. Значит, слушайте, вы поддержали бы эту инициативу, искореняющую, запрещающую близким родственникам быть вместе в Госдуме, потому что некорректно голосовать друг против друга и так далее. Возникает кумовство, возникают семьи. Вы поддержали бы, да, 916-55-81. Нет, нет, это попытка на нападение на оппозицию, там, терпыр-8 дыр, все-таки не надо, пусть будут все родственники. Очень хорошо, наоборот. Молодцы. 916-55-82. И давайте говорить об этом. Аргументированно. Ой, слушайте, давайте мы на минуту раньше дадим рекламу, и вы хорошие проголосуете, а нам как раз и реклама сгорит, правильно? А после мы выходим и такие начинаем обсуждать. Договорились? Значит, смотрите, есть четыре родственные пары. Пономарев и его мама-сенаторша, Гудков и его папа-депутатец, этот самый, Жириновский-Лебедев, папа с сыном, и, наконец, Воробьев, которого папа тоже сенатор еще есть, Воробьев, Андрей Воробьев из Единой России. Исаев предлагает всю эту, значит, весь этот божий дом подразогнать. Подразогнать. Вы бы это поддержали, 916-55-81, но вы бы этого не поддерживали, 916-55-82. Подъем. С Сергеем Даренко. На РСН. Так нет же, подождите, Грачев и Дмитриев тоже они из... Они тоже из Справедливой России. Ну. Но они же муж с женою. А что, это мешает? Это считается? Конечно считается. Еще у нас Христенко был и Голикова, помните? Нет, так это было в правительстве, это другая фенчика. Значит, депутаты, я тоже против. На самом деле. Ну, слушай, значит, еще Грачев и Дмитриевы, которые в Справедливой России сочетались с браком. А они до или после? Мы не знаем. Посмотри Вике. Грачев Иван Дмитриевич. Муж Дмитриевой. Он? Иван Грачев. Жена Оксана Дмитриева. Все. Сочетались с браком. 52-го года родился в Якутске он. Ну, это не... Был в избирательном блоке отечества минус вся Россия. Семья. Минус вся Россия. Залушка, значит, выступал. Оксана Дмитриева, женат. Имеет сына и двух дочерей. Двух дочерей. Жена Оксаны Дмитриевой, бывший министр. Вот, не знаю, не знаю я, когда они сочетались с браком. Видимо, после. Может, после, может, да, может, до, может, после. Чертик поймет. Во время. Так, полно, полно звонков. Спасибо, я заканчиваю голосование. Итак, 81,8% наших слушателей поддержали бы Исаева. Да. 81,8%. 18,2% считают, что здесь западня какая-то. 18,2%. Вот звонок человека, который впервые звонит нам на станцию. Ни разу не дозвонился или купил новую сим-карту. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Андрей. Я хотел сказать, что вы сейчас сконцентрируетесь в основном на законодательной власти, но в целях социальной справедливости это исполнительная власть. Давайте я... Патрушев, младший, другие. Да, да, подождите, сейчас я вернусь к этому. Стал думать, чесать репу. Секунду. Значит... Подождите, не уходите. А вы уходите, что ли? Нет, я здесь, здесь. У нас обычай другой. Что вы прямо сидите в линии. Чуть-чуть. У вас же есть там... Стоп, стоп. А Дмитрий Гудков хочет сделать то, что сейчас вы сказали. Запретить и в исполнительной власти. Но! Ведь это же исполнительная власть подлая. Она же детей по банкам запихивает. Понимаете, в чем дело-то? А банки, они вроде как частные конторы. За общение в сейсе сосуды, скажем так, да? Банки... Понимаете? Нет, но строго частным трудно предписывать. Строго частным трудно предписывать. Мы... Посмотрите, мы с вами не можем сделать так, чтобы сын Фродкова в оранжевом жилете с ломом ворочал бордюрный камень. А нам бы с вами хотелось, правильно? Да. Хотелось бы, чтобы он поскуденно взял бы лом, надел бы оранжевый жилет бы, и пошел бы бордюрный камень ворочать. Или рельсы укладывать. Или рельсы укладывать. Нет, если справедливо, честный отбор конкурс на равных основаниях, как в других... Ну, окей. Ну, мы все живем здесь, все понимаем. Мы все живем здесь, и люди, в общем, везде похожи, но есть ограничивающие механизмы. Да, и есть стыд. У наших нет стыда. У наших нет стыда. Понимаешь, в чем дело? Спасибо, очень интересное рассказывание. Да, ну, я хочу сказать, что когда боссы запихивают своих сыночков в бизнес-учреждения, с этим ничего не поделаешь, ребята. А как? Ну, вот бизнес, ну... Ну, ты же не политика теперь. Ну, не политика. А что, ну, вот он там не пошел по службе, а пошел в бизнес, ну, что-то такого. Алло, здравствуйте. Я думаю, что если бы там не было вот компании Гудковых, то Исаеву бы эта великолепная мысль в голову не пришла. Потому что сейчас идет борьба с Гудковыми. Вот. А вы можете сказать, что там еще и Воробьев присутствует. Он действительно, как вы только что правильно сказали, своего сына пристроит куда нужно, в банк или еще куда. А всем остальным, конечно, придется разойтись. И самое главное, что депутатов-то выбирают... Ну и что, вот можно вопрос? Можно вопрос? Можно вопрос? Да, да, да. Смотрите, значит, я считаю, что если даже с какими-то частными инициативами выступают люди и борются друг с другом, если они воздвигают полезные для нас с вами критерии, то их надо поддерживать. Как то. Напомню. Там какие-то жалкие 15 лет назад, время от времени, Березовский воевал с Гусинским. От этого выигрывала одна из сторон всегда. И в том числе выигрывало общество. Они ослабляли олигархат. Понимаете? Значит, если сейчас Исаев будет воевать с Гудковыми, выиграет Исаев, например, и победит Гудковых. Но мы, как общество, тоже выиграем, если не будет кумовства. Или не выиграем. В этом вопрос. Я согласен, что да, возможно, мы выиграем. Но это получается тогда, значит, вот как было при формуле Александра Франко. Друзьям, все врагам закон, да? Значит, друзья все равно будут хорошо устроены. А враги, я их вот всех выкину отсюда, их здесь не будет. То есть будет торжествовать вот этот принцип. В любом случае, нет. А это беззаконие. В любом случае, оппозиция, а здесь я с вами категорически готов спорить, но тема чуть-чуть другая. Позвольте мне все-таки произнести мою максимум. Оппозиция, если и когда ты идешь в оппозицию, должна всюду переходить по зебре. Вообще ничего не нарушать. Да, да, да. Нельзя, чтобы оппозиция левачила там и была хуже, чем власть. Нельзя. Так не бывает. Не должно быть. Так, еще. Вот, смотрите, первые дозвоны все время. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Николай, Москва. Да, Николай. Ну, я категорически против, потому что, на самом деле, знаете, тут как вот разница между женой и проституткой получается. Вот, может быть, проститутка политическая, она гораздо более опасная, чем жена. Понимаете, она может быть более искусная во всех делах. Ну, понимаете, о ком я говорю в данном случае. Потому что, сами, ну, то есть, на самом деле, дело в том, что это не вполне честно, то, что говорит Исаев. Исаев, на самом деле, хотел бы заставить в русскую рулетку с автоматом калашников. Как вас зовут еще раз Николай, да? Николай, Николай, Николай. Я настаиваю на тезисе, вот вы, оспорьте его, вы, да? Я настаиваю на тезисе, что когда двое дерутся, если мы от этого, вне зависимости от их конкретных целей, выигрываем как общество, это хорошо. Если есть узкая цель Исаева добить Гудковых, а он одновременно ударит по Воробьевым, там, Дмитриеву Играчеву, по Жириновским, да? Если он и воздвигнет некий критерий, критерий, который будет навсегда, то мы, как общество, выиграем вне зависимости от битвы двух коршунов. Два коршуна, два, послушай, два коршуна дерутся, два коршуна дерутся. Нету, нету двух коршунов, нету. А, есть ангел. Проститутка одна, да. И ангел. Никакой Путин не бьется с Гудковым, понимаете? Какой Путин? Если бы Путин с Гудковым бился, да пожалуйста, может хоть на рынку выходить. Зачем Путину это делать? Потому что нету, не существует никакого депутата Исаева, есть бот, понимаете? Или тролли, вот как хотите. Ну как вам сказать, все равно кто-то там генерирует идеи. Нет, 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 зря, зря. Я уже, может быть, из-за новостей. 20 секунд осталось из-за новостей, но я вам просто быстро скажу, что вы напрасно думаете, что все идеи власти генерирует Путин. Нет, это не так. Подождите, подождите, он дал сигнал, что можно, понимаете? Он не дал сигнал, он даже просто не запретил. Нет, просто не запретил. Просто, ой, господи. Значит, подождите, есть идея, что вся власть односубъектна и управляется из одного мозга, а все остальные проститутки, ну там, неважно, марионетки, это ошибка. Но это ошибка. Ты можешь себе представить, что все, что делает власть вообще, все это сказал Путин? Ну, видимо, нет. Нет. Какая-то команда. Нет, команды не было. Команды не было не делать. Нет, команда людей. Нет, какая-то большая команда, группа людей, которые каждый инициативничает, каждый инициативничает, а команды не делать не было. Но если два коршуна бьются, и мы получим результат благой для общества, то почему мы должны противостоять этому, я не понимаю. Новости. Президент Путин попробует себя в роли вожака стаи журавлей. Обзор прессы в студии Александра Косногородская. Здравствуйте. Об этом пишут сегодня ведомости. По дороге на саммит ОТС Владивосток Путин решил заехать на Ямал. И, как пишет издание, если позволит погода, то он примет участие в проекте «Полет на одежду». Президенту предстоит попробовать себя в роли вожака стаи выращенных неволей стерхов, журавлей, которые занесены в Красную книгу. Путин полетит на моторном датаплане, и ему отводится роль пилота. Это роль лидера стаи. Он показывает маршрут перелета. Продукт не урожает тоже. Ведомости Росстат начал фиксировать рост потребительских цен на основные продукты питания в России. Если в июле еда почти не дорожала, то в августе цены начали расти. Больше всего подорожала мука на 5,5%. Коммерсант пишет о том, что Кадыров хочет вернуть себе некоторые районы Ингушетии. Вчера чеченский лидер Кадыров заявил, что Чечня имеет законные права на Сунжинские и частично Малакбекские районы, которые в Ингушетии считают своими. Эксперты отмечают, что этот территориальный спор может серьезно осложнить обстановку в регионе. Еврокомиссия начала в отношении концерна «Газпром» официальное антимонопольное расследование. «Газпром» подозревают в создании препятствий конкуренции на рынке газа Центральной и Восточной Европы. Этот случай Еврокомиссия будет рассматривать в приоритетном порядке и обещает сделать все в короткий срок. Если вина «Газпрома» будет доказана, то ему грозят крупные штрафы и пересмотр всей системы экспортных контрактов. Вчера ФСБ и ГИБДД провели в центре Москвы рейд по выявлению водителей незаконных спецпропусков и удостоверений, которые дают право на дорожные привилегии. Задержанные нарушители прикрывались связями ВМВД, Министерстве обороны и правительстве Москвы. Подробности в сегодняшней газете «Коммерсант» российская газета дает нам новость о том, как мы будем отдыхать на новогодние праздники. Итак, новогодние каникулы у нас продлятся 10 дней, а первомайские, скорее всего, 5 дней. И вот какие даты нам отводятся для отдыха на Новый год. С 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года будут каникулы, а самые ближайшие трехдневные каникулы нас ждут в ноябре, с 3 по 5 ноября. Сегодня выходит в свет еженедельник «Аргументы и факты» и вот некоторые заметные публикации из этого номера. В преддверии своего юбилея Иосиф Кобзон дает большое интервью, которое выходит в издании под заголовком «Я жутко люблю жизнь». В нем Кобзон рассказывает о судьбе, о смерти, о прощании и признается в том, что иногда ему приходится петь по фонограмму. О чем бы сегодня спел Владимир Высоцкий, о чем уже не споет Высоцкий, что ему понравилось бы в нашей жизни, а что нет. Еще одна публикация из АИФа и несколько статьй на тему снижения тарифов ЖКХ. Это реально. В номере публикуется интервью заместителя председателя правительства, который курирует вопросы строительства из ЖКХ Подмосковья, который говорит, что на 94% сейчас люди оплачивают уже коммунальные услуги. А другая публикация, которая называется «Коммунальные пайки», говорит, что к 2014 году всю страну научат экономить и будут всех нас приобщать к европейскому опыту, где привыкли экономить и свет, и воду, и все другие коммунальные блага. Куда заходит детство? Это заголовок из газеты «Московские новости». Самый популярный поисковый запрос малолетних пользователей в интернете – это порно и эротика. Порно и эротика. Что говорит о необразованности наших детей. А что, да? Да. Потому что они идут по самым простым запросам. Значит, 53% детей в России, будучи оставлены одни дома, как выяснил, какое… Московские новости. Нет, не московские, а на кого они ссылаются? Лаборатория Касперский. А, Касперский проверил запросы. Значит, дети. А как Касперский знает? А у них есть такая программа «Касперский секьюрити нетворк». Да. И откуда они знают, что это дети? А, то есть дети. А, родители нет дома, это под защитой детей. А, понятно, понятно. То есть дети, они точно знают, что это дети. Ну, да. Но это такие дети, у которых есть деньги на… значит, у родителей есть… Деньги на программу на это в этом месте. Да, да. То есть это уже богатые семьи, богатые. В бедных семьях не так. И развращенные дети, которые 53, больше, более, чем 53% задают слова в поиске менопорной и эротика. А, знаешь, как надо Касперского обманывать? Писать на каких-то языках на других. Детям. Дети, когда вы будете писать, не пишите порно. Касперский знает это слово. Надо писать на языках, которые Касперский не знает. На фарси пишите. На пуштунском пишите. Ну, если испанско пишите. Вот я сейчас написал, например, Касперский не знает. Знаешь, что я написал? Нет. Кулитос ардиентес. Что это означает? Горящие попки. Он не знает этого. Да. Касперский не знает, что я написал. Зато мне вывалилось... Так у вас и программа... Зато мне вывалилось... 3 миллиона 470 тысяч горящих попок за 0,34 секунды. Сергей, давайте вам тоже поставим эту программу от Касперского. Касперский секьюрити. Бесполезняк. Я напишу на другом языке. Бесполезняк. Я просто знаю языки. Зачем я? Я не ловлюсь на Касперского. Я что, керченский бычок, что ли? Глотать крючки, разбросанные Касперским? Я не керченский бычок. Кту-ту. С кем вы меня путаете? Я тогда через Тор зайду, если что. Можно о последней публикации скажу? Это газета «Новое известие» говорит о том, что Россия выделит Кипру кредит в 5 миллиардов евро в обмен на политическую лояльность. Кипру. Потому что Кипр это разновидность. Там русский весь промышленность вся держит, в частности, на Кипре, на шоу в Шоры. Это Кипр принадлежит России в этом смысле. А мы принадлежим Кипру в основном. И вот мы им помогаем. Ну вот мы им помогаем. Нормально. Взаимность. 10 часов 40 минут. Радио РСН. Подъем. Интересная вещь, которую я хотел просто сверить. Насколько это похоже на то, что происходит в Москве. В бельгийской столице введены высокие штрафы. Не очень высокие, если честно. Не очень высокие. За высказывания на улицах в адрес женщин. Как вы знаете, эта история началась с того, что 25-летняя студентка сняла видеоролик, который красиво смонтировала. И вообще сделан искусно. Не гоп-стоп-камера, не Чечен ТВ, а, значит, вот. Красиво сделала. 25-летняя студентка Софи Питерс, наверное. Не знаю, Питерс, может быть. А может Питерс, не знаю. Значит, в снятом на скрытую камеру фильме «Уличная женщина», почему-то наша переводит как «женщина на улице», когда там все равно «фам де ля го». «Деля» — это все-таки родительный падеж. Это женщина улицы, то есть уличная женщина. Девушка гуляет днем по бельгийской столице. К ней подходят мужчины, в основном выходцы с Ближнего Востока, арабы. Арабы подходят к ней, значит, вот, и предлагают попить кофе. Просят номер телефона и даже хотят ее пригласить в гостиницу на короткое время, там, на час. Вот. Она отказывается, и в ее адрес немедленно звучат оскорбления. То есть ее немедленно оскорбляют, вот, арабы. И теперь за это, я так понимаю, что нужно как-то, чтобы свидетели были, будет штраф от 75 до 250 евро. Это немного. Немного, немного. С точки зрения, вот, если сравнивать с автомобильными штрафами, то немного. От 75 до 250 евро штрафы. Я думаю, это не очень большие для Европы. Вот. Значит, еще надо как-то же доказывать. Еще эти арабы угрожают тебя зарезать обычно. Да. Понимаешь? Это все-таки, все-таки обременительно. Это странно. Сравните мне с Москвой. Молодые женщины, позвоните, сравните с Москвой. 788-107-0. В Бельгии, в Брюсселе, молодая женщина, 25 лет, гуляет по улице. К ней подходят постоянно арабы. Ближневосточные жители, предположим. Я не знаю, может быть, там, сказать, там не только арабы, может быть, там и турки. Я не знаю, может быть, там и евреи какие-то. Ближневосточные жители. Они все время предлагают ей, намекают на интимную связь. Ну, может, на свидание на какое-то. На интимную связь. И они в этот момент, как только она отказывается, начинают ее оскорблять грязно. Ну, то есть вербально грязно оскорбляют ее. И это в фильме было, вы можете посмотреть этот фильм. Алло, здравствуйте. В Москве так же? Ой, нет, не так же, собственно. Нет. Да, расскажите. Ну, если кто-то подходит и говорит, что ты там не согласна общаться, то есть, как бы, говорят, извините, все, до свидания. Извините, до свидания. Даже извиняются. Никто не хамил ни разу. Никто. Спасибо вам огромное, спасибо. То есть мы, значит, в Брюсселе как-то, а почему так в Брюсселе? А почему так в Брюсселе? Что там в Брюсселе? Безнравственное. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У нас арабов-то нет, на самом деле. Нет арабов, нет. Это из-за этого... У нас свои родные, они, как бы, обученные и... Все нормально. Аккультурнее. Да, спасибо. Наши лучше, чем арабы. Наши лучше, чем арабы. Очень интересное замечание. 7-8-8-10-7-0. В Москве так не бывает. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Маша зовут. Да, Маша. Вы знаете, Сергей, ну, к счастью, до такой степени, как в Бельгии, пока у нас не доходит все-таки. Вы видели этот ролик, да? Да, может быть, она ходила по таким районам еще, знаете, может быть, она специально... Вполне возможно. Вполне возможно. Если я пойду по, не знаю, по продовольственному рынку, возможно, там тоже самое будет, да? Но так, чтобы приставали, что-то предлагали, нет, могут что-то крикнуть вслед, там, посвистеть, да, поулюлюхать, но... Оскорблять не будут? Ну, по крайней мере, я не знаю, я не сталкивалась, так, чтобы вот там... Я думаю, Маша, я думаю, что она выбирала районы, поскольку ей нужен был, поскольку она делала документалку... Выборка, выборка нужна была, да. Вам надо было бы тогда для корректности, может быть, где-нибудь в районе Рабочей улицы или в Черемушках пройтиться, так это после 10 вечера в жаркий летний день, когда там как раз самые вот напевы начинаются, может быть, вот... Ну, возможно, возможно, тем более, что, ну, я большую часть времени на машине, да, езжу, поэтому, может быть, не так сильно, а если пешком, то по центру, поэтому, может быть, я не самый лучший свидетель, но даже вот среди моих подруг я, честно говоря, не слышала о таком. Спасибо вам огромное, спасибо. Ну, все, Москва, значит, хорошая. Вот Гурген, звонит Гурген, который знает очень хорошо. Гурген, здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Вы знаете, по поводу Брюсселя, мне хочется сказать, что это единственный город в мире, где за мной, например, шел несовсем вменяемый Мулат и просил меня 10 центов на бутербродик. Вот, а что касается Нью-Эстрад, есть такая улица, которая, это восточная часть города, если я не ошибаюсь, Нью-Кеннеди, значит, и вот это Нью-Эстрад, это то, что называется по-английски гантлет. То есть, это проход через строй, шпицрут, или как это называется, когда прогоняют сквозь строй. Вся улица, значит, в людях, которые изображают из себя, видимо, ну, и совмещают, наверное, эти две вещи, уличных торговцев самыми разнообразными, там, сувенирной продукцией, какими-то бесконечными браслетами, амулетами, и вот, что такое появиться двум русским женщинам. Они отстали от меня, эти женщины, наверное, метров на 30. Я, благо, знал, что это такое. К ним начали подходить, Сергей, у меня волосы встали дыбом. Вот, но, кроме, благо, кроме вот этих характерных, ну, насколько я могу понять, ближневосточных, вот этих марокканских, я не в состоянии это изобразить правильно, ничего не было и, кажется, исчерпывалось. Благо, может быть, нам просто так повезло с этими дамами. Да, но в Москве таких районов нет. Видите, есть. Это наша с вами Миклука Маклака, замечательная, и 26 бакинских. Вы знаете, я вспоминаю светлый 1988 год, там был такой интерклуб. Ну, как же, конечно. А вы знаете, что я присутствовал при основании интерклуба, забыл имя человека, который его придумал. Я только помню, что он нас собирал, говорил, что мы его актив, я два раза даже собирался, потом перестал. И он нас учил пить кофе с лимоном. Вот, в 5-3, да. Или с кардамоном. Так что я хочу сказать, вы знаете, вот это была маленькая аллея, такой перешейк, вот, который от торгового центра, да, к интерклубу. Вот это был тот же строй, тот же гантлайт. Но это были арабы, иностранцы или нашинские? Так, это были только, это были только арабы. Причем, я на эту тему хохмлю, что я как-то, ну, видимо, отдыхал в одном лагере с организацией Хамас в 83-м году, да. Но что касается, что касается вот этих вот домогательств, я понял, что это у них определенная игра на щелбаны, вы знаете. Ну, по меньшей мере, производят такое... Ну, слава богу. Кто, на кого та отреагирует, тот тому дает щелбан, который сказал «не». То есть это некая азартная игра, что он четко. Гурген, вы знаете, как я сожалею о смерти Грибоедова, но начинаю думать, что хорошо все-таки. Ну... Хорошо, хорошо, что мы не пошли южнее. Грибоедов, Грибоедов, в принципе, двоякая личность. Его познание в Персидском, вот, было бы интересно. Нет, нет, я, Гурген, имею в виду, что мы не атаковали юг-юг-юг, что мы воздержались. Вот. Это, наверное, все-таки хорошо, это благое дело, что они все-таки убили Грибоедова. Слушайте, да, но он же сочинил еще вальс какой-то, который типа как вот «Кто написал Полонес Агинского», помните, да? Тот короткий анекдот. Да, я рад вас слышать, все, самого доброго. Спасибо, спасибо, Гурген, был на этой страшной улице. Нет, я все-таки думаю, что Российская империя была устремлена и атаковала юг-юг-юг. И очень хорошо, что Англия противостала нам. А то бы. И Англия нас не пустила. И благодаря всевозможной английской разведке мы не пошли на юг-юг-юг. А то бы у нас сейчас сквозь Москву мы шли бы сквозь строй арабов бы. А сейчас не так. Да, а сейчас не так. А сейчас не так. Ну, конечно. Ну, что не так? Стоп! Ваш девичий опыт. Говорите про ваш девичий опыт. Да, у меня было несколько раз такое, но это было в общежитии еще. Арабы? Нет, не арабы. Наши арабы? Ну, наши арабы. Квази-арабы, псевдо-арабы, почти арабы. Все я понял, все я понял. Но если бы мы пошли на юг-юг-юг, атаковали бы, если бы Великобритания не противостала нам, Объединенное Королевство, то мы бы сейчас имели ситуацию куда хуже. Ну, согласись. Да, хуже не бывает. Спасибо Англии за это. Погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Если вы хотите плохое местечко найти, так это вот прямо от Лосино-Островского парка до Волоколамки вверх на МКАДе внешней. Он все время с трудностями ковыляет. И там штук 10 ДТП. Еще внутренний МКАД, как обычно, на юге плохо. Да, от Дзержинского до М4. Ужасно. А потом где-то до Ясенева так себе плохо. А потом ничего. Сегодня ужасно отличается М1, дорога на Париж. Парижская трасса. Стоит. Прямо вот мне стыдно. Знаешь, откуда я сейчас скажу? Это же Минское шоссе. Минское шоссе, Париж-Москва. От какого-то Салманова. Мы не знаем, что это значит. Но еще не доезжая лесного городка, уже останавливается. Еще не доезжая лесного городка. Прикиньте. 788-107-0. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Город из окна вашего автомобиля. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Или, наверное, день. Евгений, Москва. Здравствуйте. Еду по Щелковому шоссе в Москву. Вот мимо Балашихи. К сожалению, стою. Стоите, да? Ага, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Щелчок стоит по направлению к Балашихи. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Зайчик погулять. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Еду по Ленинградке. Все стоит в центр. Весь город стоит. Невозможно просто. Кошмар. Спасибо. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Пять баллов при этом всего лишь Яндекс дает. Да, здравствуйте. Доброе утро, Сергей Валерий. Здравствуйте, Валерий. Внешний МК тоже травмозит после Берилева. Видимо, кошелька держит, я так думаю. Ползем. Внешний тоже плохо, да? Ну, там на Яндексе он в основном желтый. То есть это значит, что ползете. А вот внутри часто красный. Алло, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Это Александр в Рублевке. Значит, Одинцов второй день не может выехать из города туда. Видно, это связано как раз с загруженностью Минки. Честно, сегодня хуже. Сегодня хуже, чем вчера. Вот я вам говорил. Да, да, да. Минка намного хуже. Посмотрите, пожалуйста, как в районе Барвихи на Рублевку можно выехать из туда, может быть. Значит, плохо до подушки, до раздоров. Нет, подождите, до раздоров дальше. То есть желтая до раздоров, до поворота. Вот где раньше был клуб ВИП-21. Да, да, да. К Лужкову на дачу поворот. Да, да, да. А оттуда уже все нормально течет. Все. Ну, сначала Горбачев, там жил. Было, было, было. Так Горбачев жил и на даче Березовского, которым потом стала дача Патрушева. Помните? Ну, там нет, они все все время где-то живут, понимаете? Спасибо. Хорошего пути там, да. Александра Краснокородская провела этот выпуск. Светлана Матвеева расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу ее. Эту среду. Пятая сентября.